На ступенях вы говорили, что была организация, которая пыталась негативно влиять, но не получилось. Но также вы говорите, что порчи существуют. Можете объяснить? Да. Каждый человек, который живет в своей жизни, он создает программы. Эти программы возникают постоянно. Допустим, как это происходит? Человек говорит, пожелание – это программа. Допустим, человек говорит, пусть у тебя скоро будет счастье. И эта программа, она может повлиять на другого человека в виде пожелания, внедряясь в его энергетический кокон. Внешне энергетически, если использовать аппарат Кирлиана, можно увидеть, как возникновение белой энергетики такой. Нет, самая энергетическая аура, она не изменяется, но в ней появляется некое бегающее звено, такое, как белые вспышечки, которые могут постоянно перемеживаться или даже объединяться. Как будто дополнительный огонь белого цвета. Ночь у желтого. Это программа. Когда у человека появляется программа другого фактора, допустим, человеку не отдают деньги, человек говорит, ах ты собака, чтобы у тебя ноги покрутили. И человек поставил программу, чтобы у тебя ноги покрутили. Но эта программа пожелания, она не идет к тому человеку, потому что она должна иметь окончание, чтобы у тебя ноги покрутили, потому что ты мне не отдал деньги. Обычно говорит, ага, все, подавись, чтобы у тебя ноги покрутило, а закончить. Надо было сказать, чтобы у тебя ноги покрутило, потому что ты мне не отдал там деньги, Петров, там, Петр Васильевич, козел. И эта программа закрытая полностью, она находится, она идет тому, где написано там Петров, Петр Васильевич, и она там работает. А порча это, когда человек сказал, чтобы тебе ноги покрутило, а кому тебе, может ты сам себе это сказал. Это называется порча, то есть незаконченная программа, которая постоянно будет искать в вашем энергетическом поле того, кто или кому необходимо покрутить ноги, и скорее всего будет крутить ноги вам. Это называется порча. Также порча может быть предумышленная, это когда влияют на другого человека. То есть берут человека там, и после этого на него влияют. То есть создают программу влияния. Обычно это происходит следующим образом. А, не буду рассказывать. По поводу организации, которая пыталась. Знаете, есть эгрегоры. Это энергетические системы, в которых находятся люди. Людям хочется денег, но они страдают от того, что у них нет. И сколько бы им не давали денег, они не будут от этого получать радость. Причем, чем выше человек в эгрегоре становится, чем больше у него денег появляется, он все равно радость не получает. Но чем выше в эгрегоре человек становится, тем больше он презирает тех людей, которые внизу эгрегора находятся. Это правило эгрегора. Поэтому, если люди, которые зарабатывают больше, ненавидят те, кто зарабатывает меньше, они в эгрегоре становятся богаче. Но деньги им не приносят радость все равно. Единственная возможность выйти из эгрегоров, но это информация, которую я даю только на ступенях, поэтому здесь я об этом не расскажу. Но человек, который вышел из эгрегора денег, ему с легкостью дается возможность потом зарабатывать деньги. Но сама тема этих эгрегоров такая, человек находится в эгрегорах, вот почему козлы, или почему вредные люди, или почему какашки самые, они хамы, они начинают в эгрегорах, они начинают становиться богатыми. То есть человек хамит людям, там здрасте-фигасте, недоплачивает, читает, что все мудаки. Вот я буквально сегодня с человеком разговаривал, и он говорит, там мудозвоны, колоброды, дальше какое он слово еще сказал, быдломасса, чмошники, я их вообще за людей не считаю и так далее. Вот он построил уже, я не знаю, с десяток, наверное, там, десятиэтажных домов. Он строителей кидает, всех ненавидит, всех посылает, такой жесткий и злой человек и так далее. Он зарабатывает миллионы, при этом у него 50 любовниц, знаете, он каждую считает козой и так далее. Каждый плохо относится, хамит, бьет даже, и, кстати, сегодня был чуть даже в шоке. Ездит на автомобиле, стабильно напивается, употребляет наркотики периодически. Такое ощущение создается, что в жизни не происходит у него ничего плохого. Ну, произойдет, не переживайте, в его жизни не будет счастья. Но здесь нюанс такой, что же с ним происходит, почему у него получается зарабатывать? Он жестко двигается в сторону повышения в эгрегоре. Если ты находишься в эгрегоре денег и презираешь тех людей, которые в эгрегоре денег, как известно, все эгрегоры это пирамида, то в случае, если ты презираешь тех, которые под тобой, то ты на них стоишь и эксплуатируешь тех, кто под тобой. Поэтому, презирая, эксплуатируя тех, кто под тобой, ты становишься выше и выше. Таким образом, бесконечное презрение и эксплуатация поднимает этого человека выше и выше. А люди как устроены? Люди, мы добрые, мы хорошие, мы друг с другом, мы не презираем, мы хорошо относимся, мы хотим всем помочь. А в эгрегоре так не работает. Ну вот так, собственно говоря. Поэтому у нас шансов только выходить из эгрегоров. Ну и я не понял, где здесь одно с другим пересекается. Есть мой семинар, он называется «Порчи из глаза первая часть». Посмотрите его внимательно. Я там рассказываю в этом семинаре «Порчи из глаза первая часть», как возникает порчи. От чего они возникают, что такое сглазы, как проявляется проклятие, как их можно просмотреть, что будет, если у человека устранять. На второй обновленной ступени я эту тему развивал, что такое эгрегоры, каким образом это устроено.